всем привет я пришла с работы у нас вот тут вроде как опять дождь собирается сегодня ой слышите точно дождь собирается прямо идет стеной сегодня 30 июня я закончила свой отпуск от ютуба от вышивки девочки пока стала снимать я уже преобразилась в домашнюю одежду извините но у меня села батарея мне надо было немножко зарядить чтобы хотя бы с вами 5 минут поболтать вот в общем у меня был такой мини отпуск ко мне приехали мои подруги из латвии мои целый месяц тут ну почти месяц три недели в общем балдели ездили гуляли кстати на втором канале я сейчас только стала выставлять такие коротенькие видео с нашей прогулки потому что ну длинные видео знаете можно было сделать но у меня не получается мне легче сделать несколько коротких чем одно длинное потому что мне тяжело загружать я вам уже про это не один раз толдычила уже знаете как этот попугай повторяю все время одно и то же вот поэтому в общем время мы провели в июне очень замечательно я снимала еще вот эти теги 167 вопросов для рукодельниц я так и буду потихонечку продолжать их снимать такие будут вот как я сняла в таком формате по 5 вопросов примерно чтобы больше чем 15 минут видео не было слушайте ни одной машины не было сейчас тело снимать ну просто трасса какая-то интерамерикана вы посмотрите прут и прут машина ну кошмар ну ужас но невозможно приходится прямо кричать чтобы вам было хорошо слышно вот так что сейчас я вот в июле начинаю специально сегодня 30 июня снимаю такое с вами вступление болтологическое потому что в июле мне надо начинать входить в мой на нормальный рабочий ритм и рабочий ритм и на работе рабочий ритм дома потому что когда гости все вот так знаете очень весело и хорошо реально да но как бы сбивается вот этот твой режим и плюс еще все равно ты все время думаешь куда бы отвезти их чтобы показать знаете вот это вот все время ну как работает же голова правильно потому что люди приезжают на короткий срок и хочется ну как можно больше охватить ну конечно очень тяжело за такое короткое время охватить все что хочется плюс все таки мы еще работали мы не закрывали ресторан мы просто себе сделали по несколько выходных и мы ездили так что в общем кому хочется посмотреть такие небольшие видосики то переходите на второй канал и я там как раз вот выставлю все наши эти видео так что у меня сейчас будет на на июль на июль значит будет обязательно новые старты летние один из стартов это будет панелька которую за которую вы голосовали еще пока я не почитала голоса но наверно когда выйдет это видео я уже почитаю хотя не уверена почему потому что пока я хочу первую неделю вот так знаете шалтай болтай немножко войти в ритм поэтому я буду вышивать наверное процесс один для того чтобы мне просто действительно как-то войти в ритм давайте я вам даже покажу я буду вышивать вот в свою эту лягушечку так девочки сейчас за прикрою чтобы она не просвечивалась вот вы видите на каком этапе она у меня уже летательный аппарат начинает проявляться сейчас покажу вам на превью то есть вот эта часть часть не извините рукой показываю не подготовилась вот эта вот часть до вышивается и то есть мне остается совсем немного вышить и вышивать вот эти космических пчелок да плюс еще не забывайте что вот все вот это зашивается это фон синий я-то думала наивно что на синий конвей и все это тут все просто просвечу на синий конвей все это будет просто синяя а нет не тут-то было фон тоже вышивается причем вышивается двумя цветами причем вышивается полукрестом в три нити и полукрестом в две нити так что у работы тоже тут предстоит совсем такая немаленькая но все равно мне нравится потому что уже виден финиш да уже осталось наверное одна четвертая только вышить я надеюсь что я все таки за эту недельку по попродвигаю пока стартовать на этой неделе с каким-то новым процессом не буду может быть может быть я возьму еще свои розы то есть эта неделя у меня будет такая знаете для раскачивания да может быть возьму еще на пару денечков по вышивая розы чтобы продвинуть их потому что в прошлом месяце один месяц я их вообще не вышивала да вы помните а второй месяц я вышила буквально одну ниточку как я всегда говорю хоть одну ниточку но надо вышивать потому что все равно потихонечку незаметно незаметно двигается так что у меня еще в планах у меня еще в планах у меня еще планах оформить васильки и ромашки не хочу затягивать хочу их оформить оформлять я буду в подушку я попросила свою приятелю у нее есть она шьет и у нее есть много тканей поеду к ней подберу задник потому что у нее есть кусочки которые она никуда не используют да такие небольшие ну и я подумала почему бы в общем я напросилась короче говоря горе луна надо вот ну она человек у нас безотказный хорошее поэтому я к ней обязательно не знаю какой денечек но я к ней вырвусь и постараюсь оформить но не оформить а вернее подобрать ткань поговорю с ней и наверное даже попрошу чтобы она мне шила потому что я раньше сама все это наметывала и только просила тут у меня соседку у нее швейная машинка есть ну то чтобы мне просто прошили ну а сейчас даже попрошу наверное если все я организую хорошо чтобы людям не шили вот потому что ну мне будет легче и в общем то какая разница я лучше человеку заплачу немного она мне сошьет и у меня с плечи гора свалится да потому что я даже думала что я может быть на руках буду сшивать таким знаете потайным швом или машинным швом я могу мне это в принципе не так тяжело я могу у меня хватает усидчивости но в общем то просто подумала зачем усложнять себе жизнь правильно если можно попросите я думаю что люда мне не откажет итак все такое так вступление у меня такое длинное получилось какое-то да но ничего я просто хотела с вами поболтать вот так что я вам все сказала что я на июль планирую я конечно на июль обязательно у меня будут июльские старты летние старты причем я стартану обязательно с одним большим процессом с панелька как я сказала обязательно я стартану хочу свою пчелку гладивую я ее откладываю все на самое вкусное знаете но уже время идет идет а вкусное вообще как-то чего-то не двигается и я еще хочу стартанусь с моими вот этими маленькими цветочками помните от Dimensions я единственное хотела по моему если я не ошибаюсь я хотела поменять то ли равномерку я уже забыла то ли рустик а может быть даже рустик а вот то что я купила ровномерку такую да рустикальную мне кажется или там это канва рустикальная может быть даже я может быть на рустике вышиву что-то мне так захотелось в общем не знаю на чем я выше может вообще ничего менять не буду оставлю ну, знаете, я такая, сегодня одно, завтра другое, в общем, в любом случае я начинаю лето свое вышивальное, у всех продолжается, а я только начинаю, девочки, вот такая у меня жизнь, кипит и бьет ключом, и все по голове, ну, кошмар, ладненько, и также я буду продолжать снимать эти 167 вопросов с рукодельницами, да, так что смотрите эти теги, я выбираю просто по 5 вопросов, не всегда эти вопросы подряд идут, а выбирать те, которые мне, ну, такие интересные для меня, я думаю, для вас, кстати, вот одну из, по-моему, вторая часть, очень такая была, откровенная, кто не смотрел, зайдите, посмотрите вторую часть, я там рассказываю как раз о том, как мы познакомились, по-моему, как мы познакомились с Энсу, как мы с ним сошлись, какие здесь условия, ну, в общем, не буду вам рассказывать, вы зайдите и посмотрите, кому интересно, мне кажется, такое видео получилось даже не теговое, а такое болтологическое, плюс откровенное очень, да, в общем-то, я не совсем люблю про свою личную жизнь так уж совсем откровенничать, не, ну, конечно, я показываю свою личную жизнь и все, но в какие-то моменты не вдаюсь очень подробно, а тут меня чего-то так, знаете, понесло, и так, что я вам там рассказала очень даже много всего, о чем можно было и промолчать, но ничего, все, из песни слов не выкинешь, как говорится, на этом я свою вступительную часть заканчиваю, моя, моя летающая тарелочка вот просто вот такая, полететь сейчас вышиваться, а я пока с вами прощаюсь на одно мгновение. Девчонки, моя неделя, середина недели уже прошла, я тут вышиваю, сейчас я вам покажу, у меня, какой день у меня тут был выходной, и, в принципе, я думала, что я повышиваю, но мне позвонила моя подруженца и позвала меня в гости, ну, а вы помните, я всегда говорила, что, в общем-то, наша жизнь не складывается только из одной вышивки, то есть общение и прогулки и море, я все это запросто поменяю на вышивку, да, поэтому у меня выходной день прошел без вышивки, но зато я сейчас вам покажу, какие виды, где мы были в горах. Красота, правда? Так, ну все, показываю. Ребят, как вы видите, я тут, что я тут навышивала, я вышила, как всегда, я не подготовилась, я вышила вот летающую эту тарелку, цветными, вернее, светящимися ниточками вышила вот эти окошечки, иллюминаторы, земля в иллюминаторах, земля в иллюминаторах, земля в иллюминаторах, видна. Так, вышила, что еще, вышила вот эту маленькую пчелку, ну, в общем, мне, а, девочки, и еще фон, давайте я сейчас переставлю, покажу, потому что фон так не видно. Так, смотрите, вот, вы видите, вот еще вот здесь вот синий фон, так что я, в принципе, мне остаются только птички эти летающие, там, мошки, бложки, как они там называются, и фон зашивать, так что, ну, и беки, естественно, но бека тут не так много, так что я его буду потом, мне тут еще лучик надо подделать, я когда распарывала его не до конца, тут немножко кривовато, но я подделаю, там отдельные уже надо ниточек смотреть, огрызочки, потому что у меня ниток этих не хватает, но ничего, я сделаю, найду там огрызочки, все будет замечательно. Так что вот, я, видите, как двигаю, в общем, первая моя неделя на раскачку пошла, в общем-то, началась нормально. Все, теперь буду продолжать, и сегодня, и, в общем, у меня еще несколько дней на эту работу есть, так что я буду пока полностью заниматься этой работой. Хотела розочки взять, но, наверное, нет, все-таки розочки не возьму, хочу максимально этих пчелок дофон повышевать, чтобы быстрее закончить хотя бы еще одну работу. Так, все, я отключаю, встретимся с вами буквально через мгновение, когда мне будет, что вам показать. Дивулечки, следующее мое включение, закрываю неделю свою для раскачки. Так я говорю, это неделя такая у меня была, знаете, войти в ритм нормальный, и вы видите, в принципе, что я, так, подождите, я вот закончила вот эту летающую тарелку, уже фон, и даже эти пчелки здесь у меня вышат, и не хотела переставлять пяльца, но уже я все, то есть тут фон полностью вышит, уже перехожу на эту часть. Сколько мне тут хватит до сих пор, и потом мне надо будет, ну, кое-что там доделать еще, и бэк. То есть реально мне осталось совсем чуть-чуть. Не хочу, девочки, раскрывать, я переставляла пяльца, чтобы мне вот немножко влево пойти уже, да. Что я хочу сказать, вот я когда вышивала вот этих пчелок космических, или, я не знаю, космических, мух, там идет нитка светящаяся, да. Ну, не только там, но в принципе. Я вам хочу показать, девчонки. Вот эта нитка, вот она, она пушится, она такая какая-то, я вам не могу передать, какая-то такая галимая синтетика, ну, просто жесть. И надо вот этих мушек вышивать в три нитки. Плюс еще, кстати, иллюминаторы тоже вышиваются, да, потом, ну, еще там. В общем, это все вышивается в три нитки. Я сначала вышивала в три нитки, ну, нормально, но крестики просто, ну, жесть. То есть это даже металликом, по-моему, легче вышивать, чем вот этими светящимися нитками. На самом деле, я никогда же светящимися нитками не вышивала, и я думала, что они, в принципе, как мулине по качеству, просто там светятся как-то. Ну, в общем, оказалось, что нет, это вообще абсолютно другое качество ниток, да, то есть абсолютные. И они такие, вот смотрите, они как расслаиваются, я даже не знаю, как вам сказать. В общем, вот такой вот какой-то пух, ну, ужасные, да, нитки ужасные. И я потом стала вышивать эти крестики в одну ниточку. Вот, вы видите, что у меня здесь уже обрезочки по одной ниточке, не в три сложения, просто одна. И я три раза, просто полукрест три раза в одну сторону, полукрест три раза в другую сторону. Опять потом дальше двигалась полукрест три раза, то есть одной ниточкой в одно сложение. Тогда получше стали эти крестики. Вообще хочу сказать, что как-то даже очень странно, потому что RTO моя любимая фирма. На самом деле я ее просто обожаю. И никогда у меня претензий уж к ниткам точно не было. Но либо это просто темно-синяя конва, как на темной конве всегда видны все изъяны. Я, в общем-то, кое-какие крестики делаю, укладываю стежкоукладчиком, окей, ну, у меня не стежкоукладчик, но я так подправляю иголочкой, да. И либо рельсы, как, да, иголочку между ниточками. Ну, в общем, делаю все возможное, но все равно как бы не совсем хорошо все это укладывается. Ну, да ладно, я, знаете, не такая перфекционистка, чтобы мне прямо там плакать над этим. Вот, я думаю, что когда это все постирается, ткань немножко усядется, ниточки немножко тоже придут в норму. И я думаю, что будет все хорошо, потому что, ну, я вышивала же на темной, на черной конве. И, в принципе, когда вышиваешь, да, видно изъяна, когда уже ты ее постирал, отгладил, отпарил, то все как-то само собой выравнивается, все так хорошо. Ну, в общем, буду надеяться, что здесь тоже будет все хорошо. Девочки, сейчас покажу вам тоже, как я лоханулась. Я же вообще деревня, как я говорю, понимаете. Я такая счастливая. Вот показываю вам схемочку. Ой, смотрю, все, я тут стала закрашивать уже, вот, смотрю, вот вышло все, граница, вы видите. Я не считаю, что здесь место соединения линий. Я это вообще не вижу, я на это даже не смотрю, да. То есть я понимаю, что все, у меня здесь уже отшито, это конец, там, тра-та-та. В итоге беру превью, ну, и смотрю там все, беру превью, и я понимаю, а где же у меня вот эти, такое количество мушек. То есть у меня есть вот эти мушки, у меня есть вот эти мушки, а сверху-то нету. Думаю, блин, неужели опять как-то, ну, бывает в некоторых, кстати, в ромашках я когда вышивала, там тоже превью. Превью отличается немножко от картины, то есть на превью больше цветочков, чем по схеме. Поэтому я тут думаю, ну, блин, наверное, тоже так же, в общем, я, знаете, ну, лошица такая, да. Вот, думаю, ну, понятно, что-то я опять упустила. Но в итоге, девочки, когда я взяла ключ, здесь же вот еще кусок, вы видите, вот кусок схемы. То есть я уже, я тут стала закрашивать немножко, чтобы мне знать, отвлекаюсь же, знаете, чтобы знать, на каком, где я тут и что. То есть я сейчас дошла вот досюда. То есть вот эта вся часть у меня уже вышита вверх полностью, ну, и низ, соответственно, тоже, да. То есть я сейчас вышиваю вот отсюда. Вот это все у меня заполнено. Вот оно, вы видите, вот это, вот я дошла до вот этой мушки. Вот, даже ее тут, вот ее очертания есть. Все. То есть реально мне осталось вышить, ну, сколько здесь? Такое вот количество. Не очень большое, но все равно есть над чем поработать. Но это тоже еще не все. Показываю. По схеме, опять же, мне надо вышивать еще вот здесь вот этот фон. То есть здесь докуда-то вот я вышила. Вот, то есть мне надо вышивать вот этот весь фон, вот этот весь фон и вот этот весь фон еще. То есть на самом деле я уже думала, ну, все, работа близится к концу. Я такая счастливая, довольная. Но, к сожалению, да, еще есть над чем потрудиться. Но все равно здесь уже идет... Девчонки, вы знаете, мне как-то фон не тяжело вышивать. Вот, как многие говорят, надоедает. Мне не надоедает. Я, наоборот, включаю какой-нибудь фильм или там видео ваше, да, смотрю. Единственное, что, да, писать мне, как всегда, ну, я иногда пишу что-то, отвлекаюсь. Но, в принципе, стараюсь не писать, потому что я тогда теряю ниточку, где я там, если я уже очень увлекаюсь, да. Вот, поэтому стараюсь как-то все-таки побольше повышевать, когда у меня есть время, поменьше отвлекаться на писанину, на комментарии. Но все равно я смотрю, что все-таки это уже практически финиш, практически, да, то есть одна треть мне, наверное, или одна четверть даже осталось вышить. И все, и эта работа будет готова. Ну, бэк еще, бэка тут не так много, бэк у нас идет по листикам, как, знаете, серединке листочков, и вокруг вот этой летающей тарелки немножко, там, пару полосочек. Ну, единственное, бэк будет на этих мошках светящихся, да, и плюс французские узелки. Ах, да, я еще вам не сказала. Более того, здесь есть четверть крестиков, девочки, представляете? Я только заметила тогда, когда я стала уже вышивать. То есть раньше я на схему смотрела, я внимания не обращала, что там четверть крестики есть, представляете? То есть тут еще есть четверть крестики. Так что, в общем-то, тут использованы техники всякие. Полукресты в две и в три нити, и кресты в три нити, и кресты в две нити, и полукресты в две нити, и четверть крестики, и бэк, и французские узелки. И, в общем, я хочу сказать, что работа такая, ну, интересная, она не монотонная, да, то есть фон, хотя вы вышиваете, синим по синему не очень интересно вышивать, но все равно как-то мне не тяжело. Я получаю удовольствие. То есть я, когда брала эту свою космическую жабу, я думала, что, ну, такая, знаете, большими кусками зашивы, шьешь себе кресты эти и шьешь, да, а не тут-то было. В общем-то, все оказалось не так просто, как я думала, как выглядело. Но за это я и люблю РТО, потому что первое впечатление такое, смотришь на схему, кажется, все элементарно, большие куски зашива туда-сюда, а потом, когда проникаешься, вникаешь в работу, ты понимаешь, что и там, и сям, и вот там. В общем, я довольна своим результатом за эту неделю. Я вышила очень много девочки, реально я вышила, закончила листики, закончила летающую тарелку, я уже половина фона вышила, да, то есть я много сделала, я очень довольна результатом, поэтому я эту неделю считаю очень продуктивной, плюс я приблизила к финишу еще один мой проект, который перешел у меня с прошлого года. Так что все супер, девочки, еще предстоят новые старты к моему дню рождения. Вы помните, кто меня смотрит на свой день рождения, который будет буквально через там полторы неделечки, я всегда делаю какие-то старты, да, летние такие, так что в этот раз тоже будут летние старты. Так что жмите колокола, подключайтесь, не переключайтесь, смотрите, следите, в общем, все как всегда. Ставьте пальчики вверх, девочки, пишите комментарии, обратная связь очень важна, и я всегда с огромным удовольствием отвечаю на комментарии и читаю ваши комментарии. Так что всем пока, до встречи в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok